Девушки отдыхают 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 Ну, вообще, как-то это было грубовато, в сторону матери. Пожалуйста, не толпитесь. Проходите. Сумки не открывать. Посторонние предметы не доставать. Меня зовут доктор Пыр. Я буду вести экскурсию по нашей уникальной лаборатории гнатобитов. Научного центра биомедицинских технологий Рахан. Вот она. Она разделена на четыре блока. Вот, вы видите, мы находимся сейчас в первом. Уже не видим. Тут часто такое случается. Обратите внимание на подопытных крыс слева от вас. На них были применены различные препараты с целью изменения их генетики. Естественно, это не делает экскурсии. Сильными или сверхумными. Такое бывает только в РИПе. В реальности они всего лишь приобретают значительные изменения в развитии РИПа. И смотрят прямо на Ди. Естественно, все генетические препараты засекречены. Так что крысы ни при каких обстоятельствах не должны покинуть лабораторию. Извините, а можно вопросик? А что, если одна из крыс такая мутирует? Ты кто? Я тебя видел в трейлере. Выбраться из клетки. Вот что тогда делать? Это исключено. Чтобы открыть аквариум, надо сначала вот так вот открутить трубку подачи воздуха. А зачем ты это показываешь, чтобы там сейчас крыса сбежит через нее? Она сама уже крыса додумалась до этого. Я сейчас думал, что это Ди там повторит все это, а там крыса сама уже до этого додумалась. И умственным развитием. А если бы и обладала, она была бы лучшей ученицей вашей школе. О! О! Тревога! Уровень красный! Хватайте ее! Хватайте! Погнали! Погнали? Держите ее! Вы что творите? Тут же дети! Все мы провалим. Всего лишь небольшая демонстрация. Демонстрация чего? Вы крысу топором зарубили. Да, почему нельзя было просто обратно посадить в эту капсулу? Вы не способны покинуть эту лабораторию. По крайней мере, самостоятельно. Это если какой-нибудь... Ну, видимо, Дипа может ей сбежать. То есть заберет ее с собой, да? И вышел бы с ней через главный выход. Что, конечно, просто смешно. Эти крысы крайне агрессивны. Ты даже не думай. Ай! А ну, вылезай! Молодой человек, я что сказал в начале экскурсии? Вы сказали не вынимать посторонние предметы. А у меня-то... Я сказал, сумки не открывать! У нас тут суровые правила. Потрудитесь их соблюдать в нашем учреждении. Это вам не ноготочка. А почему не открывать? Ну ладно. Тогда прежде чем трогать мою сумку, потрудитесь делать себе маникюр. Вот! Да! Всего хорошего, ребятки! Не забудьте оценить экскурсию в нашем приложении. Сраные рейтинги. Доптон! Одно искусство, правда? Опять? Тревога! Уровень красный! Перекройте все выходы и входы! И все ради одной крысы! Целый уровень ее опасности такой. Там с пушкой совсем вообще. Да, натворил это дело. И что мне с тобой делать? Это что, одна из тех крыс из лаборатории? Нет, это сувенир, игрушка. Вау! Девушка, помогите! Знаете, какая милая. Не наоборот, без того, чтобы ее бояться, типа. Ой, какая прикольная. Мы же себе ее заберем. Погодите, какие у меня глазки прикольные. Такие блюшинки. А ну, построились малявки! Старый ворчливый учитель. Сегодня у нас 1453 год. Кто скажет мне, чем мы ввести на этот год в мировой истории? Все прям так и тянут руки, я смотрю. Тогда дам вам подсказку, маленьким варварам. В этом году упала Великая Империя, которая была домом для таких мировых ритуалов, как Анна Камнина. Как Каина. Эта императорская принцесса посвятила свою жизнь философии и истории. А не пялилась на смазливых мальчишек Диана. Диана! Диана ее зовут, все. Может, ты нам ответишь, какая империя упала в 1453 году? Эзенгард. Эм, Эзенгард. Какой еще нахрен Эзенгард? Наиграет со своей Майнекрафтой и несут тут всякую... Эзенгард это из этого, из Властелин колец. Ну давайте, восстанавливай репутацию своего отсталого поколения. Византия. Конечно же, Византия! Господи, может ты меня еще и порадуешь тем, что скажешь, чем была известна Анна? Если не ошибаюсь, она была одной из первых женщин-историков. Она написала, кажется, Алексиаду. Верно. Только правильно будет сказать, дописала. Она продолжила работу своего мужа Никифора. Мне, кстати, не очень понравилась. По мне, эта литературщина какая-то. Не должно быть так написано в историческом произведении. Что за... Что за... Ухьешь твою дивизию! Лови эту хрень! Ах ты, засранец! Ди, она тебе в сумку залезла! Надо его сжечь! А, вообще-то, это его крыса. Он ее из лаборатории спер и весь день ей хватается. Весь класс подтвердит. Мстит таким образом, да? Пап, не сейчас Хэви. О, Ди? Это не Хэви уже, это Ди. Школу вызывают. По какому поводу? Как в первой серии. Хэви, как рыжь, поехала ему. Всякие твари мерещатся. Хорошо. Мы не будем это! Ёжики-картошики! Как я угадал! Насколько мне известно, вы недовольны внешним видом и поведением моего сына. А, нет, тут другая тема. Нет. Нет, у Ди все нормальные с поведением и с оценками. Прекрасный, спокойный, способный мальчик. Так, тогда по какой причине я здесь? Крыса! Крыса? Ди притащил в школу крысу, не знаю зачем. А, Ди предупреждал, что у вас могут быть галлюцинации. Могу порекомендовать отличный препарат. Я бы хотел бы, чтобы это были галлюцинации. Но я видел ее своими глазами. Это была черная крыса с хвостом длиннее своего собственного тела. Судя по тому, как вы ее описали, это Ратус-Ратус. Они не водятся в наших краях. Их выяснили серые крысы. Не знаю, как Ратус, но с Ратус у нее вполне... Ратус! На мой ботинок! Я больше всего ценю в школе порядок и дисциплину. А Ди этот порядок нарушает. Школа не место для домашних зверьков. И судя по вашему выражению лица, вам стоит проверить свой дом на наличии вредителей. На этом все. Не смей вас... Типа, откуда взялась крыша, он задумался. А он уже подготовился! Как в первой серии. Типа, опять по блесткам все пустить. Типа, нет, тут уже по шаблону не получится. Пойдите. Привет, Ди. Чем занимаешься? Да вот, книги перебираю. Как там историк? Все прошло прекрасно. Мы очень... Душевно поговорили. Про крысу не говорил? Крысу? Да, он упоминал крысу. А почему это спросили? Да, он весь урок от крыс бегал. Всем классом ржали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Честно говоря, его слова звучали очень убедительно. Что здесь? Пап, по-моему, я уже достаточно взрослый, чтобы иметь свои секреты. Понимаешь, о чем я? Ха-ха-ха-ха. Что, такой взгляд, блин? Да. Конечно. Но ты же помнишь главное правило в нашем доме? Никаких животных в доме. Даже рыб. Даже рыб? Да-да-да. Ну там крыс наверняка, да? Да. Долго прятать тебя не получится. Придется тебе свалить. Че, привет. Так дела, так зуб. Кажется, это твой последний шанс. Только черненьких. Везунчик. Надеюсь, ты не сильно воняешь. То есть это, получается, тоже человек, с кем он переписывался, когда учился на игрательные детали. Скорее всего, это... Это та девчонка из... Аквеструма, как все говорят. Что-то такие музыкальные темы подбирают, вот, как клевые. Увы, все подавторские параметры, поэтому реакция пойдет на второй канал, как обычно. Ну, шикарное начало второго сезона. То есть, да и еще и всякие отсылки, типа, к первому, к самой первой серии. Но тут все не так уже просто. Но качество явно уже лучше стало по рисовке. Будем ждать уже следующие серии. Если понравилась моя реакция подписывается на мой канал, ставьте лайки, пишите меня, кончите, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на другие каналы, подписывайтесь на канал Метал Фэмили, Метал Фэмили Ксайдовник, Метал Фэмили Инглиш. До следующего видео.